В двух муниципалитетах Тверской области газифицируют все населённые пункты. Такое решение было принято во вторник на заседании регионального правительства. Ход реализации программы газификации Верхневолжьей стал основным вопросом повестки дня. Роман Быков продолжит. Открывая заседание, голова региона отметил, в соответствии с решением президента Владимира Путина о завершении газификации страны, до конца 2025 года планируется газифицировать все муниципальные образования Тверской области. Построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1100 километров сетей, перевести на голубое топливо свыше 48 тысяч домовладений и порядка 120 котельных, а также промышленных предприятий. Ну и, конечно, в приоритете социальные объекты. Это школы, детские сады, клубы, сельские клубы, это спортивные объекты. И два муниципалитета, о которых мы говорили, о сплошной газификации. Мы сейчас как раз ведём работу, что это должно быть. Но я думаю, что это будут те населённые пункты, где самая развитая, наверное, сеть социальных объектов, где достаточно высокая численность населения. Какие именно это будут муниципалитеты, областной кабинет министров должен решить до декабря. Что касается текущей ситуации, то в этом году в регионе будет введено 209 километров межпоселковых и распределительных сетей. Газифицировано 26 населённых пунктов, свыше 2700 домов и квартир. Игорь Рюденя обратил особое внимание на указания президента страны о бесплатном подведении газа к домовладениям. До 2022 года этот процесс должен охватить более 5000 домохозяйств в Верхней Волжье. При этом губернатор потребовал, чтобы до людей доводили чёткий график работ. Напомнил губернатор и о ещё одном поручении Владимира Путина. Газифицировать лесной район и Удомельский городской округ. В эту пятницу будет священие в правительстве Российской Федерации. Оно запланировано. Там уже будут рассматриваться детали этого проекта. На поручение президента Российской Федерации и правительства приняло решение по добавлению в программу газификации и лесного района, и Удомельского городского округа. Особенно даже важно для сельских поселений Удомельского городского округа. На заседании также были рассмотрены перспективные объекты газификации на будущий год в Калязинском, Калининском, Ржевском, Киморском, Конаковском, Бежевском, Ромешковском районах, Олихославльском, Муниципальном и Вышневолодском городском округах. Всего заявлена реализация 28 объектов. Газ подведут более чем к 4800 домовладениям. Протяжённость введённых внутри- и межпоселковых газопроводов в 2022 году составит 335 километров.